Музыка 20 тысяч тонн Я даже подсчитал, 20 тысяч тонн Это очень много Очень много Не ушел я молодым Еще мог лет 5 выступать, года 4 И побеждать мог И большие рекорды у меня были готовы Очень большие Много Много очень Я очень долго еще потом Болел спортом Вот ушел А иногда проснусь ночью Еще сильный был, огромной силой был И вот голос какой-то нашептает Вернись, поздно будет, вернись Вернись, еще все победы у тебя будут Вернись, и через 2-3 года поздно Вернись Часто было так, пролежишь до утра Это ведь надо понять Это не шалость Там целая жизнь Это не шалость Это не в карты играть В бридж на чемпионат мира И не в бильярд на чемпионат мира играть Там платишь Жизнью Держи, Валера И не в бильярд на чемпионат мира играть А когда я видел журналы И книги старинных наших атлетов Георгия Гагиншмитта Нашего подогного Заикина Других Там ребята стоят в этих журналах Геркулес Все для спорта Там журналы были Старинные до революции Наши журналы были интересные По физкультуре и спорту Там же стоят люди Красавцы Сильные Точеные И меня очень завидовало Когда юноша был 14-16 лет Думаю Я такой обязательно буду Сильный Павль Андерсон Удивил всех наших людей Будучи в 1955 году Здесь в Москве Он показал феноменальный результат 512,5 килограммов Несмотря на дождь Зеленый театр был полностью заполнен И зрители В основном пришли посмотреть Не на состязания Сильнейших команд Советского Союза и Америки А в основном посмотреть На Павла Андерсона Павла Андерсона Очень популярный атлет в США Вспоминает доктор медицинских наук Чемпион олимпийских игр Аркадий Воробьев Мы очень долго искали атлета И вы помните очевидно Что в нашей спортивной прессе Говорилось Кто же сможет Сравниться с силой Кто же сможет победить Павла Андерсона Специалисты говорили Что в течение Длительного времени Десятка лет Такого атлета не будет Никто не думал Что появится у нас Атлет Который Будет самым сильным Атлетом На земле Юрия Власова В том уже далеком 55 Было всего 20 лет После соревнований Встречаясь со зрителями И журналистами Американский промышленник Меценат сборной США По тяжелой атлетике Боб Коффман Скажет Пускай у русских Есть спутник У нас есть Пауль Андерсон Посмотрите Начиная С Андерсона С Шиманского С Дейва Ашмана С Зирка И Позже после меня Один поток Огромных сильных людей Вес 7 130 140 Здоровенные ребята Огромные Вот они на меня Все почти Он всех на меня почти нацелил Я переломал все Только гор Юрий отрабатывал Технику Шима Рывка И толчка Постигал Спортивное искусство Умение Мгновенно Расслаблять Одни группы мышц И напрягать Другие И так Днями Неделями Жим Лежа 180 килограммов С трудом Подают два человека А Власов Будто и не чувствует Тяжести Снаряд Перегружен дисками Кажется Не оторвешь 250 килограммов От пола Руки Привязывается К грифу Это упражнение Называется Тягой Она развивает Рывковую силу Из которой Немыслимо Высокие Результаты В рывке И толчке Тяжелоатлетический Зал Настоящая Кузница Силы Знатоки В один голос Утверждают Что главное оружие Власова Его ноги И как видите Они не ошибаются Стальной гриф Гнется Под тяжестью веса Впервые Взявшись за штангу Власов Мог поднять Только 70 килограммов А сейчас На штанге 270 Месяцами Юрий тренировался 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 Он подобрал себе По совету тренеров Вспомогательные Упражнения Которые Как выражается Штангисты Раскачивают Силы Похожим на Тучного Весившего Около 170 килограммов Андерсена Гимнастикой Футболом Баскетболом Плаванием Занимался Штангист Это вырабатывало Резкость Движений Выносливость Быстроту С виду Спокойный Власов На самом деле Человек Темпераментный Энергичный Увлекающийся Уж если Кросс То не менее Трех километров Столько Власов Начал с легкой Атлетики Он толкал Ядро Не очень далеко Как этот Набивной мяч И вот Тогда Ему посоветовали Наращивать силу С помощью Штанги С тех пор Уже 7 лет Не расстается Власов Со штангой Старты На 100 метров Нелегко Тянуться За рекордсменом Европы Василием Кузнецовым Но ведь Это консультация А не состязание Конечно Я еще был Очень азартен Я никогда У меня были случаи Когда кто-то Вот я слышал У меня был один случай Я выступал В Горьком На чемпионате Стараны И в общем-то Так был настроен Благодуш Ну первое Второе место Я только начинал Еще тогда выступать И вдруг Я услышал За кулисами Как мой соперник Тренер Моему сопернику Говорит Что это дряни Про меня Никогда не быть чемпионом Это меня перевернуло Я заказал Огромный вес Ничего Ни одной секунды Не ожидая Не сомневаясь Заколотил его Как пустой гриф Ну это такой вот Случай вспышки Но вообще Я был очень азартный Я тренировки любил Я работу любил Я был в знак Это был мой обед Тренировки Знаете Отдавал я торжественную Клятву себе Начинался сезон Нас после чемпионата мира У нас в сентябре Все дошли В начале октября Потом месяц перерыва И самая черновая работа Зимой до лета Я всегда сбривал волосы Они сгорали от пота Все черное Все Ну тренировки начинались В 10 Кончались в 4 вечера В 5 Весь день в зале Вот это все Где глянки Здесь все полопается Синее Здесь один огромный Синяк кожи Вот начинаешь Солнце встает Кончаешь тренировкой Зимой уже темнеет За окном Ничего не видели И тренировались Это не за деньги Ведь Никакие деньги Мне не могли Возместить Это Я 19 20 21 Год 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 Год Я кончил Эти тренировки Я ничего не видел Кроме огной Тяжелейшей работы Поединки говорят Счастье поединка Тебя противник кормит Так что ты едва живой И ты его кормишь Такими Он меня загоняет на вес А я что победить На больший вес Его загоняю И все веса новые идут А я же видел Как выступаешь Какой-то риск Я видел как Втыкаются руки Кости выходят Я видел вообще Риск большой Это огромный вес Да у меня я весь в травмах Меченый Сто раз